Всем привет! Сегодня мы реализуем довольно старую игру под названием Сапер. Итак, вот как она выглядит. У нас есть поле, на котором разбросаны мины. Нам необходимо открыть каждую ячейку этого поля, не наступив при этом на мину. Числа показывают, сколько мин вокруг указанной клетки. Ну что ж, поехали. Создаем пустой проект 2D в Unity, ставим размер камеры 9. Создадим две дополнительные папки Scripts и Prefabs для наших ресурсов. Элементы у нас будут лежать на слое UI, поэтому создаем канвас, а внутри создаем панель. Создадим внутри еще один имейдж, это будет наш элемент сетки. Выберем для него последний из стоковых спрайтов. Назовем имейдж-префаб и создадим внутри еще один текст. Растянем его по всей области и увеличим немножечко шрифт. В принципе готово, можно перетянуть его в папку Prefabs, а теперь напишем первый наш единственный скрипт. Главными значениями у нас будут количество ячейок по оси X и по оси Y и Prefab самой ячейки. Сгенерируем нашу сетку в двойном цикле в методе Start. Для этого просто будем вставлять наш Prefab ячейки и ставить ему соответствующую позицию. Поскольку речь идет о элементе UI, ставить ее мы будем через объект RecTransform, через анкоры, то есть якоря. После того как мы выставляем значения у анкоров, нам необходимо занулять значения OffsetMin и OffsetMax, чтобы значения анкоров применились. Переходим в Unity, перетягиваем скрипт на панель и перетягиваем к нему Prefab. Запускаем, проверяем. Здесь проблема была в том, что компилятор округлил значения якорей до целых чисел. Домножив каждое значение на 1F, мы пофиксили это. Значения нашей сетки мы будем записывать в целочисленном двумерном массиве, назовем его Values. Также объявим количество наших бомб и сгенерируем их. Будем это делать через цикл While. Берем какие-то случайные значения для позиции. Если сгенерированная позиция не содержит бомбу, то добавляем туда бомбу и добавляем индекс каждому из соседей. Также давайте инициализируем наш массив, задав ему начальные значения нули. Когда мы хотим поставить бомбу, все соседи увеличат индекс на единицу. Здесь единственное, что надо проверить, что индекс позволяет иметь соседа слева, снизу, справа или сверху. Но я отдельно прописал 8 if для этого случая. Само значение бомбы мы ставим в минус 10 для того, чтобы если у нас рядом окажется еще одна бомба, индекс вырос, но не стал при этом нулевым или положительным. То есть он как был меньше нуля, так и остался. То есть бомба как была там, так и осталась. Чтобы понять, есть там бомба или нет, мы будем просто проверять значение. Меньше нуля, есть бомба. Теперь выведем значение ячейки в текстовое поле, созданное ранее. Для этого добавим модуль UnityEngineUI. Для того, чтобы получить трансформ потомка, воспользуемся процедурой GitChild с индексом 0. То есть первый самый потомок. Возвращаемся и проверяем, насколько это правильно. В принципе, все неплохо. Только вместо бомб нам хотелось бы выводить, скажем, значение символа звездочка, а нолики мы хотели бы, в принципе, скрыть. Таким образом, если значение равно нулю, текстовое поле будет пустая строка, а если оно меньше нуля, звездочка. Если больше нуля, только в этом случае выводим наше число. Тут какие-то мелкие неточности в коде. Исправляю. Возвращаюсь в Unity. Запускаю. Вот и неплохо. Теперь скроем сетку, написав ObjectSetActiveFalse в методе Start. Добавим модуль EventSystems. И пропишем процедуру клика, то есть pointerDown, зависимую от BaseEventData, в которой будем брать позицию нашего касания по экрану. Так, он у нас ругается на то, что значения не приведены к целочисленному. Приводим. После чего давайте выводить блок на позицию, по которой мы только что щелкнули. Запускаем, проверяем. Видим, что ничего не работает, потому что мы не добавили EventTrigger на наш объект панели. Добавляем, перетягиваем. Все работает. Теперь, чтобы отображать объект, по которому мы только что щелкнули, нам необходимо задать отдельный массив GameObjects. Также двумерный, который будет характеризовать наши ячейки. Теперь при нажатии открываем нашу ячейку. Не выделили память под массив, выделяем, проверяем. Видим, что все работает. Теперь напишем отдельную процедуру для открытия ячеек. Прежде всего, надо проверить, если наша ячейка уже открыта, то возвращаемся. ActiveSelf. Да. В противном случае, нам надо проверить, если индекс нашей ячейки равен нулю, то нам нужно также открыть все соседние ячейки. Так, заменяем все значения Values на вызов процедуры «Открыть ячейку», в которой меняем индекс. Также добавим условие, что мы это будем делать только в случае, если значение текущей ячейки, по которой мы кликнули, равно нулю. Ну, вроде все. Возвращаемся в Unity и проверяем. Ну, вроде все. В принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо за внимание и пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!